Решили мы съездить с Изольдой на подсолнечник посмотреть, в каком он состоянии. Сейчас глянем, поедем под доктора Албана, а то что-то Андрей Губин раздражает людей. Всем привет, друзья! Вот мы приехали на первое поле подсолнечника. Вот такое состояние, он только-только завязался. Сегодня 4 июля, Запорожская область. Поле огромное, но еще до цветения далеко очень. Это поле находится 2,5 километра от пасеки, гектар 100. И вчера 3 июля прошел сильный ливень, целый день шел. Смотрите, сколько воды налило. Влаги много, буквально заливает в этом году. Все. Это напоминает мне ситуацию. 2010 года мы стояли на качевке и даже коллега переживал тогда, что много влаги и будет сахаристость нектара пониженная. Поэтому пчелы не будут брать мед, нектар с подсолнечника и не будет меда. Ну тогда все прошло нормально, хотя и влаги было много, меда тоже в принципе качали нормально. Вообще реально грязь. Изольда уже вгрузла на каблуках по колено. Вот мы приехали еще на одно поле подсолнечника. Это поле более ровное, красивое. Подсолнечник высокий. Красота. Это 2 километра от пасеки. Вот такое состояние. Тоже как бы позднее цветение будет. Это еще недели где-то 2-3,5 минимум до цветения, если не больше. Даже думаю недели 3. До медосбора с него. Зеленое море Тайги. Почему же позднее цветение подсолнечника это плохо? Потому что чем больше дней в июле он цветет, чем раньше он зацветает, 3-5 июля, тем больше дней продуктивных для медосбора. В августе обычно подсолнечник уже не так выделяет из-за холодных ночей. Запорожская область, в других регионах думаю точно так же. 3-5 августа все обычно. 7-го заканчивается медосбор. Очень редко бывает, что до 10-го числа носят. И только один год я за всю свою практику, за 16 лет помню, 19 августа был взяток с подсолнечника. В степи мы стояли плюс 1 килограмм. Но это очень бывает редко. Поэтому чем раньше зацветает подсолнечник, тем лучше. Идеально, чтобы он зацветал, это раннее цветение, 1-го, 3-го июля уже выделял нектар. Среднее цветение это считается 10-е, 12-е июля, 7-е. С 7-го по 10-е нормальный срок. И позднее цветение это 15-е, 17-е июля. Так было в прошлом году, с 15-го начал цвести он, выделять нектар. И в этом году что-то подобное намечается. И вот самое раннее поле подсолнечника возле пасеки, буквально 1,5 километра, появились так называемые первые маячки. На днях я объездил по Запорожской области по трассе десятки километров. Более ранних полей я не видел. Какая-то пьяная пчела, после футбола, наверное. Исольда, а ты знаешь, сколько дает меда 1 гектар пшеницы? Знаю. В следующем ролике расскажем. Подписывайтесь на канал и вы узнаете. Всем спасибо за внимание. Всем хорошего медосбора с подсолнечника. Удачи и хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»!